Итак, тема самобичевания или тема обесценивания себя. Тема, как перестать обесценивать себя, как найти достоинство в себе. Конечно, это же тема адекватной самооценки, и мы всегда начинаем вообще все упираться в самооценку. Поэтому в предыдущих видео я попросила вас посмотреть образ жизни и изменить образ жизни до тех пор, пока он не будет вас устраивать, пока вы не будете ощущать наслаждение от этого образа, что жизнь, она безопасна, что жизнь добрая. Я всегда говорю такую фразу, если жизнь добра, то почему хорошо, что это произошло? Вчера я работала с одной клиенткой, она бизнесмен, и они перекинулись с одной карты на другую, и там деньги зависли. И она в таком нервном напряжении, и у нас должен был быть другой запрос, но она звонит и прямо слышно по голосу, она вся в нервном напряжении. Я ей задаю этот вопрос, если вселенная добра, то почему хорошо, что это произошло? И она уже нашла ответ, у нее уже этот ответ был. Она говорит, да мы давно уже хотели изменить ход движения денег, и мы давно и давно уже думали, что пришло время вот это сделать. Я говорю, так почему хорошо, что это произошло? Она говорит, мы наконец-таки осуществим то, что уже месяц хотели. Говорит, упростим вот этот механизм, там надо немножечко поработать, говорит, часа два, но изменить механизм, и тогда это все будет проще. Вот видите, если мы знаем, что жизнь добра, то мы знаем, что нам все во благо. Итак, по поводу обесценивания. Очень важно посмотреть образ я. Прямо опять мы опускаем глаз вниз и смотрим, я образ. Какой у вас образ? Когда вы видите этот образ, в первую очередь вы говорите, глаза моего духа открыты, уши моего духа открыты, потому что мы духи. И наша психика – это инструмент нашего проявления на этой земле. И вот когда вы видите образ я, тоже задаете вопрос, что меня смешает в этом образе, что с этим образом не так? Потому что если у человека неадекватный образ самого себя, неадекватный образ жизни, неадекватного отношения к себе, то, конечно, он будет себя обесценивать. Следующее, с чем вы можете проработать. Я даю себе права и способности. Я наделяю себя правами и способностями видеть в себе достоинства. Начать замечать эти достоинства. Начать принимать от других комплименты. Потому что очень часто вот такие люди, они даже комплименты не могут принять. И вот с этой женщиной, которой мы работали, когда я спросила, я говорю, а как вы принимаете комплименты, например, от своего мужа? Она говорит, я не верю. Он все время говорит, такой брехон, такой брехон. Но когда мы начали с ним прорабатывать, оказывается, он ей говорил правду. И вот конфликты все на этой почве, когда она говорит, он брехон, он ничего хорошего мне сказать не может. То есть я не верю ему, я не доверяю. Когда мы с ней проработали, оказывается, он ей говорил до сих пор.